Управляют мужчины, выполняют женщины. Там, где много здравого смысла, там людей не делят на женщин и мужчин. Женщины сами не доверяют женщинам. Женщины, которые у нас находятся во власти, это те, кто прорвались. Глубоко не выходить, Сандукаш. А чем был разговор? Вот это классно. Ты хотела бы, чтобы президентом Казахстана была женщина? Да, я бы хотела. Нет ни одной сферы, где не было представлено женщин, кроме власти. Мы имеем то, что мы имеем. Почему я не могу Токаеву составить конкуренцию? Всем привет, это Айран Подкаст. Меня зовут Дауриан Миркеев. И сегодня я представлю людей, которые к нам пришли в первую очередь. А потом расскажу о теме, о которой мы сегодня будем говорить. Маржан Ельшибаева, журналистка, медиаэксперт. Просто прекрасная женщина. Можно я буду говорить комплименты? И хороший человек. Я так думаю. Это само собой, да. Сандугаж Дуисенова, активист гражданский, журналистка, прекрасная женщина и просто хороший человек. Приятно, приятно. Мадим Амбетов, публицист, колумнист, журналист. Тоже прекрасная женщина и хороший человек. Тема сегодняшнего нашего разговора, она навеяна последними новостями, связанными, как ни странно, с электоральным периодом. Впервые в истории нашей страны на этих выборах сразу три прекрасные женщины выдвинулись кандидатами в президенты Республики Казахстан. Но регистрацию в ЦИКе прошли только две. Это Салтанат Турсенбекова и Каракат Абден. ЦИК уже зарегистрировал этих женщин. И в связи со всем этим мы решили сегодня поговорить о том, что женщины в Казахстане значат вообще в политике, насколько они принимают активное участие в общественно-политической жизни, что значит такое вообще коллективное выдвижение женщин на самой высшей пост в стране, хорошо это, плохо ли, о чем свидетельствуют. Ну, в общем, все, что касается женщин в политике, мне кажется, вот тема назрела, и об этом будет интересно поговорить, потому что выборы впереди, и у каждого будет возможность. Да, но в преддверии я еще пару слов скажу о наших гостях. Мади, насколько я знаю, вы часто пишете на эту тему. Вам эта тема близка. Тема не женщины в политике, а тема вообще женщины в Казахстане. Да, и ваш взгляд именно благодаря тому, что вы, как-то криво сказал, благодаря тому, потому что вы мужчина, но ваш взгляд на казахских женщин, потому что вы казахский мужчина, он особенно как бы интересен и, я думаю, заслуживает внимания. Сандугаш у нас тоже хотела быть кандидатом в президенты. Президентом хотела быть. Да, даже кандидатом не хотели, вы сразу хотели быть президентом. Да, но не получилось. Вот давайте с вас, Сандугаш, начнем. Что там не срослось-то вообще? 1 сентября Касам Жамаль Кемельевич заявил о том, что хочет произвести перемены в нашей стране и баллотироваться, то есть начать избирать президентов. Я вообще давно мечтала, вот кто-то, наверное, с детства хотел быть президентом, о нет, космонавтом, я всегда мечтала быть судьей, ну, правосудие совершать. Во власти вы хотели быть всегда? Нет, я хотела правосудие, и когда сказали президентам, почему бы и нет. За 20 лет, скажем, журналистской деятельности у меня уже сформировались, сформировалось, правильно, свои политические взгляды. В первую очередь я всегда рассуждаю, вот сейчас правильно поймите, государство это как семья, да, единая семья. Я мама. Это хорошее государство, единая семья. Да, хорошее. Я мама, я дочь, в первую очередь, я сестра, сестренка, и мне как женщине больше знакома вот вся вот эта ситуация, скажем, изнутри. Государство, ну, если так посчитать, мы в один Ленинград, да, только помещаемся, 20 миллионов всего лишь населения. Не так уж и много. Думаю, почему бы не попробовать, Сандугаш, ну, попробуй, как говорят, классам нардангла, да, есть же хорошая казахская пословица. Почему я не могу Тукаеву составить конкуренцию? Ну, к сожалению, вот, понимаете, я даже не смогла как кандидатка зарегистрироваться. Да, поучаствовать в борьбе. Да, даже... Давайте сразу, можно я вопрос, и вам, Сандугаш, и... Да, чтобы не уходить вглубь. Да. Ну, Сандугаш, вот если по чесноку, ну, это, ну, вы же понимаете, как журналисты, а журналисты люди, ну, достаточно циничные и трезвые, хорошие журналисты. Да. Что, ну, эта история была такая, наверное, быть вам президентом на данном этапе не сильно реализуемая. Конечно, дурак уж ясно. В связи с этим у меня вопрос, вот, нынешнюю ситуацию, вы вообще как оцениваете? Вот выдвинулись три женщины, две стали зарегистрированными кандидатами, мы увидим их фамилии и прекрасные имена в бюллетене. Это часть политтехнологий, что ими движет вообще? Для чего это? Честно. Ну, желательно честно. Честно, да, Сандугаш, я везде, где можно было, кричала, говорила, что хочу быть президентом. На тот момент я был единственный, единственный кандидат, правильно будет, да, окончание? Единственная кандидатка. Да, не говорили, что я-то не умею говорить по-русски, лучше говорить в казахшах. И все вспомнили, и все вспомнили то, о чем сейчас весь фейсбук говорит. Да, здесь я хочу сказать, что я вообще закончила имбекскую восьмилетнюю казахскую школу на казахском языке. Два года я училась в школе Абая, тоже казахша, 10 лет образования, я закончила школу казахша, поэтому я иногда... Это норма. Это нормально. Давайте вот все-таки, Сандугаш, для чего вы хотели быть президентом? Хотели стать зарегистрированной кандидаткой в президенты? Вот сейчас, вот по чесноку, вот положа руку на сердце, да, вот сейчас, если меня мама увидит, она поймет, я хотела принести пользу своему государству, честно, своему народу, да, с которыми каждый день утром, вечером, встречаясь на улице, хотела что-то изменить, вот эту ситуацию, но я понимаю, я же нормальный человек, я же понимаю, что это нереализуемые вещи. Да, Харап Турсань, это же... Быть вам президентом. Да, меня никогда не изберут президента. Ну, а как бы, типа, там сдвинуть что-то? Ну, хотя бы вот эти три женщины, которые прошли сейчас регистрацию, они 100% не пройдут, однозначно. Почему? Потому что, когда... Две женщины прошли регистрацию. Две женщины, да, они не станут президентами, я их огорчу, девчата, ну, жизнь такая, мы же, вы должны понимать... У нас спойлер такой, я знаю, как мы обложку сделаем для этого. Мы должны понимать, в каком государстве мы живем. Да, все равно есть почитание мужчинам, уважение. Вот сейчас про почитание мужчинам и уважения мы еще поговорим. Поговорим, да. И самое главное, я надеюсь, что эти женщины хотя бы останутся в правительстве, потому что у нас в правительстве 21% только женщин. Представляете, это же... Это ерунда. Вообще-то это ни о чем. И я все-таки, да, мужчины не обижайтесь. Мне кажется, женщина все-таки женщину лучше понимает. Потому что... Да, женщин у нас в стране половина. Не больше, нет? Ну, плюс-минус. Может, чуть больше, да. Чуть больше, где-то на полтора процента. Да, окей. Ну, в общем, я как-то так немножко подытожу. Я немножко вашим спичрайтером выступаю. Не застоявшиеся кандидатки в президенты. В общем, помимо того, что вы хотели в жизни страны что-то поменять, вы за то, чтобы... Улучшить, да. Ну, понятно, что не в худшую сторону. Конечно, только так. Да. Но помимо этого, вы за то, чтобы женщин было больше во власти. Правильно? Да. Мадди, вот к вам вопрос. Женщина хуже не сделает. Если вот... Каждый день видит, как он живет, чем он питается, как бедная женщина на базаре торгует, да? Кун демит, сух демит. Кто у нас на трассе сейчас? А в оранжевых жалетах женщина. Когда мы научимся их уважать? Мне иногда стыдно на них смотреть. Ой, извините. А то сейчас я разгонюсь. Да, да. Мадди, вот к вам вопрос. Вот конкретный вот этот кейс с выдвижением Каракат-Абден, Фатимы Безаковой и Салтанат Русенбековой. Я вас понял, Даурен. Смотрите, надо понимать одну вещь, да? Что Казахстан стремится попасть в крупные международные организации. Разумеется, мы члены ООН и ряда других договоров, да? То есть у нас очень плотное взаимоотношение с Европейским Союзом, например. Да, и наши западные более прогрессивные партнеры, они все время выражают свои рекомендации. То есть вот то, что вот сейчас очень справедливо вы, Сан-Богаш, упомянули, да? То есть что у нас только 21% женщин в правительстве. Всего? Это происходит в том числе еще и потому, что существует некое мягкое, но тем не менее давление международного сообщества, которое призывает вообще в принципе все остальные страны мира, которые не достигли вот этого какого-то вменяемого паритета гендерной представленности. Они рекомендуют, чтобы эти цифры достигались. В чем там логика? Логика в том, что женщин в стране на самом деле чуть больше, чем мужчин у нас в Казахстане. Да, тот факт, что 51% населения представлен 21% акторов на политическом поле, да? То есть это банальная математика. Это говорит о том, что женщины underrepresented, да? То есть они недопредставлены. То есть ровно то, о чем вы говорили, это все совершенно справедливые вещи, да, что женщины, которые, у нас же еще женщины, нам хочется думать, да, что Казахстан это патриархальная страна, где мужик такой весь кормилица, вот он там мамо-то в пещеру тащит, а женщина там сидит там, из-за этого маманта там, не знаю, какие-нибудь косы плетет. На самом-то деле неправда. У нас женщины работающие. У нас женщины колоссально участвуют в рынке труда. У нас женщины образованные. Возможно, я сейчас не вспомню точную статистику, но у нас женщины, как правило, образованнее, чем мужчины. Правда в городах. Все немножко другой расклад, потому что там обстоятельства объективные, совершенно неправильные, мешают им, сельским женщинам, например, получать высшее образование. Да, то есть у нас женщины представлены, опять же, в управленческом аппарате женщины представлены на низовых, грубо говоря, слоях. Специалисты, главные специалисты. Как правило, да, потому что получается у нас вечная история в Казахстане, это то, что мужики придумывают, решают, расписывают эти великие планы, реализовывают их женщины. Собственно говоря, все эти выборы предстоящие тоже же базируются на том, что это женщины, это директрисы школ, это школьные преподавательницы, завучи будут торчать по школам и собирать эти бюллетени. Подкидывать, не подкидывать, это уже разговор другой. То есть, но тем не менее, у нас практически нет ни одной сферы, где не было представлено женщин, кроме власти. И это совершеннейшее безобразие. И разумеется, представление, то есть, когда Дания Испаева, по-моему, была первой, да? Да, на протоках выборов, да? В 19-м году она была представлена. Но понимаете, Дания Испаева, ровно как и сейчас нынешние кандидатки, как я пока еще могу, они еще не высказываются, они еще толком не ведут свою агитационную кампанию. Но все-таки понятно, что это все сейчас выглядит как, ну так, для вида. Это делается для вида. То есть, эти женщины не верят в свою победу, ровно как вы сейчас сказали. И это, кстати, разумеется, это приговор для любого политика. То есть, мы страшно разочаровались в Касанове. То есть, помните, в свое время Мэр Салюсизов пытался попасть в президенты, а потом он сам проголосовал за Назарбаева. То есть, это политическое самоубийство. Любой другой вменяемой нации это было бы просто атас. То есть, у нас сейчас немножко есть больше веры в то, что перемены есть. Потому что Еспаева, например, она как бы сразу же показала, что вот лапки кверху, да, то есть, понятно, что выиграет у нас уважаемый Касанджамарт Кемелович. А сейчас мы смотрим и видим немножко другую картину. Я думаю, что, между прочим, вот мы сейчас вот так вот легко отбросили кандидатуры вот этих двух прошедших регистрацию кандидаток. А ведь, например, та же самая Салтанат Турсунбекова, прошу прощения, она может совершенно спокойно стать очень вменяемым протестным кандидатом. Она была во власти долгое время. Она была во власти, она была в генпрокуратуре, да, то есть, последние годы. Она на госслужбе провела 30 лет, она 5 лет занимается общественной деятельностью. То есть, в принципе, мало того, она, самое главное, в интервью, которое она дает, например, давала по поводу своей, например, активности в защиту женщин в семье, да, против домашнего насилия, она там говорит достаточно вменяемые вещи. Понятно, опять же, что она человек системный. Вообще вот это наше идиотское, вернее, не идиотское, преступное ограничение, да, вот это 5 лет на госслужбе, да, то есть, это дискриминационная совершенно история. То есть, мы прекрасно понимаем, что, как говорит Сандугаш, да, что если женщина управляет большой семьей, кормит, там, детей, внуков, поддерживает младших братьев и сестер, там, поддерживает своего мужа и прочее, это значит, что она хороший менеджер. Почему эта женщина не может стать президентом страны? Если она, например, умеет полагаться, если она сможет собрать вокруг себя экспертное сообщество, сильный кабинет министров, да, почему ей бы не стать и без опыта работы на госслужбе, то же самое, если эта женщина приходит из корпоративного бизнеса. Вот давайте, кстати, вот про корпоративный бизнес поговорим, топ-менеджер. Этого вопроса мы не можем обойти. Как топ-менеджер относится к тому, чтобы вот в этой стране топ-менеджерами становилось больше женщин? Вы знаете, я просто хочу сказать, что, Сандугаш, мне очень жаль, что ты не стала кандидатом в президенты, и я как человек, который всегда работает с тем, что есть, да, если не опускаться там в рассуждение, обсуждение и прочее, да, вот мы имеем то, что мы имеем. Я считаю, что на сегодняшний день у нас два кандидата в президенты женщины, это уже, в принципе, неплохо. Достижения, да? Знаешь, вот в свете сегодняшней ситуации, может быть, странно говорить достижения, да, вот, но когда-либо очень-очень плохо, у нас просто плохо, да. Прогресс. Да, но имеется в виду, вот в этой ситуации, наверное, лучше, чем совсем-совсем плохо, да. В любом случае, то, что у нас две женщины, это круто. Мне жаль, что Салтанат не прошла, потому что я за Салтанат очень давно слежу. Я вижу, как ты в том... Салтанат. Ой, Господи. У меня тоже самое сочетание. Я тоже, когда смотрю на Сандугаша такой, Сандугаш, Сандугаш, не Салтанат, Сандугаш. Нет, мне вообще позорнее, потому что я Сандугаш уже 7 лет знаю, Сандугаш. Я все 7 лет я слежу за тобой в Фейсбуке, и я вижу, как ты в тонусе держишь всех чиновников в Талдыкургане, как они тебя все боятся. Это точно. И я хочу сказать, что это было бы круто, если бы ты стала кандидатом в президенты, и в следующий раз, когда в очередной раз ты бы защищала какие-либо инициативы, гражданские инициативы, я думаю, что подпись кандидату в президенты в 2022 год, она бы тебе очень сильно помогла. Ну вот ко всем этим регалиям, я думаю, что твоя партия очень сильно прокололась. То, что очень сильно... От ответа на конкретно заданный вопрос не уходили. Просто я хотела быстро высказать эту точку зрения, что в принципе то, что появились женщины, это уже хорошо. Ты хотела бы, чтобы президентом Казахстана была женщина? Да, я бы хотела. Я расскажу, что меня напрягло. Меня напрягло, что две прекрасные женщины, которые зарегистрированы, они все опять же от того же социального сектора. Это все опять защитницы детства и материнства, и даже фотографии. Вот сегодня, когда я готовился к подкасту, фотографии с Латана Трусенбековой, и там сзади Азешки в Кемещеках. Ну, то есть это какое-то мероприятие было такое, очень про традиции, про... Шаблоны такие. Ну, как будто бы, да, как будто бы вот таким вот такой ассамблей народа Казахстана немножко вот, только в другую сторону, там, ассамблея матерей Казахстана. Нет, это все здорово, это классно, но мы-то... Последние события, они же доказывают, что дружба между народами и ряженые, которые сидят сзади Назарбаева, это вообще как бы разные вещи. Ну, вот так вот, да. Теперь вопрос, давайте вот все-таки подумаем, это хорошо или плохо, когда кандидатки в президенты говорят все о том же, о защите материнства и детства. Они что, в этой стране больше ни о чем говорить не могут? Вот поэтому и хотела, журналист, хотела идти туда. Почему? Потому что мы всеядные, журналисты это всеядные. Я не зациклен на защите прав женщин, на защите прав детей, коррупциями, соусам. Я сейчас настаиваю, можно здесь сказать, а? Я сейчас... Все говорить здесь. Да, я вообще... Если что вырежем. Я прям... Я вот вчера, да, позавчера была на одном асе, такой масштабный ас, и, мол, да, говорил, такую ересь, вот имам, да, вообще, мне кажется, вот правительству надо задуматься, а Аида Балаева, да, она, кажется, курирует эту сферу. Вы так обращаетесь, как будто... Там правительство, там все, да. Там стоит Аида Балаева. Поручение правительства. Да, поручение правительства. Мне кажется, вот это безграмотных имамов надо все переучить, как, пере... Переучивать, да. Переучивать, да. Потому что они такой вещи несут. Почему? Потому что, вот, смотрите, вот, вот, как бы опять никого не обидеть, основная масса народа, да, скажем, откинем, вот, которые имеют образование, что-то в этом роде, но основной костяк ходит куда? Мечети, аз, там 40 дней на похороны, и там имам сидит, всем говорит, что нам надо делать. И этим имамам надо, наверное, записки отправлять. Эй, бугун сен, аз там, нас здесь все лисен. Есть же вот этот жамагат, они же... А кто записки будет писать? Пишут, пишут записки. Нет, вы... Комитет, комитет им пишет, оказывается, каждый раз, что им надо говорить. Комитет национальной безопасности? Джорджок. А, другой, да? По делам религий, да? Да, 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 они пишут. Это я узнала, когда в доме дружбы работала. Оказывается, каждый их этот... Поэтому мне сейчас, мне кажется... Ой, сейчас мы глубоко уйдем. Да, вы глубоко не уходите, Сандугаш. А о чем был разговор? Вот это классно, вот это был хороший ход. Разговор о том, что... Что женщины, которые хотят участвовать в общественно-политической жизни, они как будто бы много лет у нас все говорят об одном и том же. О том, что нужно защищать семью и детей. Я вот еще раз вот... Я обожаю, что я не смогла поступить на Юрфак в 88-м году, потому что потом ушла в журналистику в 90-м году. Потому что мы всеядные, мы знаем проблемы отовсюду. Эти женщины, пусть не обижаются, да? Они вот... В данное время они думают, что если они будут представлять Апашев, Ажищик и вот сферу защиты и прав там женщин, то думают, они... Какие-то стереотипы говорить, да? Соберут себе положительные голоса, думают, может... Электорат, да? Электорат, да? Электорат думают, может, занят, будут голосовать. Это ошибка. Мне кажется, это ошибка. И боюсь оскорбить... Давайте говорите. Этих женщин мы не знаем. Может быть, они в своем кругу, вот, в соцзащите известны, да? Народ не знает. Но у них есть, конечно, возможность завтра о себе рассказать, да? Но я знаю одну вещь. Вот... Они не могут за рамки выйти. Вот это и все. Это хуже всего. Ну, то есть им было удобнее тогда, да? Да, они не будут за рамки, да. Они не могут сказать... Вы не правы. Я правильные мысли говорю. Они не будут... Когда они увидят вот чина поклонения, мы от них... Они не уйдут. Потому что они привязаны к определенной службе. Это все. Точка. Шаг влево, шаг в право. Расстрел. И они это понимают. Они, может, где-то у себя на кухне говорят громко о своих правах, о каких-то изменениях. Но когда, вот как правило, когда журналист вот так, хоп, камеру поставишь, они говорят, ой, извините, подождите, я по-другому буду говорить. В смысле... Сандугаш правильные вещи говорит, я просто немножко разовью эти мысли, да? То есть, смотрите... Можно. Разрешай. Спасибо. У нас есть... То есть, у нас очевидно патриархальное общество. Причем оно патриархальное тоже с большой оговоркой, да? Потому что, ну, опять же, имея так много акторов женского пола, да? Это патриархат поддерживается во многом женщинами. И именно в том формате, который вы сейчас, например, озвучиваете, да? Та же слатаната... Господи, что такое? Турсенбекова. 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 Да, она, например, уже упоминает о том, что она будет придерживаться, например, внешней политики, например, Такаева. То есть, уже снята шляпа перед действующим президентом, уже демонстрация своей субмиссивности, да? То есть, желание занять второе место, быть тенью кого-то, вот, лидера и так далее. То есть, это все понятно, почему? Потому что, во-первых, понятно, что женщину высшие какие-то эшелоны власти, да? То есть, ну, она была, то есть, является, по-моему, до сих пор, та же Турсенбекова имеется в виду, она является одной из помощниц, специальных помощниц генпрокурора страны. То есть, это достаточно высокая в иерархии позиция, да? То есть, понятно, что туда попадают конформные женщины. Женщины, которые готовы играть по правилам патриархата. Которые готовы пахать больше, чем мужики, да? То есть, занимать вторые места, уходить в тень, подчиняться. Но при этом, тем не менее, учитывая, что система патриархальная в своем, вот, доведенная до абсурда, вернее, до своего, вот, какого-то чистого вида, да? То есть, она подразумевает полное подчинение женщин и пребывание женщин в некотором гетто, да? То есть, поэтому женщины, которые у нас находятся во власти, это те, кто прорвались вот в этот вот верхний эшелон, которые получили доступ к кормушке. Причем, я говорю не просто о деньгах, я говорю еще об удовлетворении амбиций. И, причем, амбиции не обязательно, там, просто какие-то, там, типа, стать, там, вулычество морское. Нет, они тоже, многие из них, на самом деле, пахари. Конечно же, они делают большую важную работу, да? То есть, и, конечно же, им пришлось очень сильно меняться, себя саму превращать, вот этот предаток к любому другому мужчине, да? К ее министру, если она его замминистра, да? То есть, к президенту, если она министра и так далее. То есть, подстраиваться под эту патриархальную систему, чтобы иметь вообще свое право голоса в принятии хоть каких-то решений. Эта ситуация порочная, это должно меняться. И почему вы правильно же отмечаете, да, Урен, да, что у нас именно две женщины, которые прошли регистрацию, они связаны, да, социальной сферой. Это неплохо само по себе, это прекрасно. У нас, на самом деле, огромные проблемы. Мы договорились не вдаваться сегодня, да, в ситуацию с насилием домашним, да, то есть, с тем, что там происходит с женщинами, но ситуация у нас катастрофическая, у нас очень плохая ситуация, с ней надо бороться, ее надо решать. Те две женщины, которые стали уже кандидатками, к сожалению, они отражают вот этот вот консервативный подход. Это тот, скорее, понимаете, нормальный подход, это бьешь жену, сядешь в тюрьму. Там нет вариантов, там, понимаете, там можно разговаривать много про традиции казахстанцев, да, казахов, да, что вот она умынау, да, мула еще расскажет, какая женщина должна быть покорная, да. Еще куча этих поговорок есть о том, что там, типа, вот, жена шея, муж голова, там, типа, хорошую жену муж бить не будет. Вот всякая такая фига тень, да, понимаете. Там же эти все, на самом деле, вещи, скорее всего, довольно просто, да, то есть, жесточайшее преследование домашних насильников. И все. Но эти две наши дамы, да, которые кандидатки, почему они вызывают еще большой скепсис? Потому что даже вот в этой своей сфере они, на самом деле, стараются сидеть на двух стульях. Они стараются, чтобы и мужиков не обидеть, да, имеющих власть, да, там, чтобы никто не понял, если надо бы не сказал, какого хрена, короче, нет, там, типа, защищать семью. Защищать семью в их представлении означает, короче, опять запихнуть как-то женщину вот туда, вот, да, под крыло мужа, да, сделать из нее, чем занимается конкретно Каракат Абден. Ты казашка, гордись. Она написала книгу, да, или ее институт благородных девиц, да, где учат конформных женщин, которые будут все сносить. Почему женщина современно должна что-то сносить? Ну, это, это абсурдно все. И плюс мы уже, еще последнее, что я скажу, это совершенно историческая понятная роль, да, то есть далеко ходить не надо, вот Российская империя. Российская империя и затем и генсеки Советского Союза, там всегда было так, императрице принадлежит социальная сфера, забота о сирых, убогих, о детях, оставшихся без родителей, о пожилых женщинах, вдовах и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта территория считалась традиционно зоной влияния правительницы, но жены правителя, не правящей императрицы, да, то есть а царицы там или там жены генсека и прочее, да, то есть поэтому первая леди страны, да, то есть но поэтому интересно, что у нас вот претендентами на роль, собственно говоря, автократа, да, то есть главного должностного лица в стране выступают женщины, которые, в общем-то, чуть ли не подобраны специально так, чтобы выполнять вот субмиссивную вот эту вот роль социально приемлемую, но тем не менее это, конечно же, роль ограниченная, то есть вы правильно тоже сказали, да, что президент страны, президентка страны должна решать огромный спектр забот, помимо вот сферы домашнего и семейного, разумеется, да, то есть нам сейчас представляют кандидатов, которые как бы уже изначально в глазах избирателей, даже в ваших глазах, Дориан, да, они уже ограничены, мы уже им не доверяем, потому что думаем, ну что они, эта женщина, скорее всего, ничего не понимает в экономике, в политике. Вот, кстати, вот о недоверии, вот мы с Маржан до начала подкаста говорили о так называемой внутренней мезогении, мезогении, да, это когда женщины сами не доверяют женщинам, вот вообще с этим проблемы есть, нету, вот, Маржан, ты мне расскажи, ты же в этом мире чистогана, бизнеса, вообще там как женщины друг с другом расходятся, я знаю, как в журналистике расходятся, и не всегда это бывает мирно, ты и про журналистику можешь рассказать. Я просто хочу сказать, что вообще в корпорации все как в жизни, и в том числе, как и в журналистском мире, где побеждает здравый смысл и твой профессионализм. Вот, помнишь, мы говорили, что вот у нас в журналистике это нормально, в течение дня ругаться, там, ну вообще чуть-чуть, да, чуть ли там не драться, а вечером потом пойти там мирно пить чай или что-то еще покрепче, вот, и утром снова начинается. Это, я считаю, это нормальные здоровые отношения, когда ты отстаиваешь свои позиции. Недоверие есть к женщинам-руководителям? Нет, недоверия нет. Со стороны женщин, со стороны мужчин? Нет, именно как раз вот там в сфере бизнеса, в сфере, где людям нет времени на всякую хрень, где люди делом занимаются, вот там как раз вот абсолютно нет времени на там, не знаю, вот там рассматривать сережки у женщины, там она красивее или некрасивее, я ей не доверяю, потому что она женщина. Именно в этом мире здесь важнее всего твой профессионализм и твоя эффективность. Наверное, это потому, что все-таки журналистика и банковский сектор, это те две сферы, которые в Казахстане, в которых женщины-то очень классно и представлены. И очень много их. Да, и если мы начнем сейчас говорить о женщинах, которые занимают крутые посты, у нас там национальный телеканал «Казахстан», им руководит женщина, телеканалом КТК руководит женщина. Мы знаем кучу женщин, Гульнар Башкенова, Гульжан Иргалиева. Это такой, Сандугаш, вы, да, крутые журналисты. Ну, чего вы? Да, то же самое и банковский сектор. Вспомним там… Умы Булатхановна, Лязат Лукенова. Нина Ароновна, Жусупова, да? Да. Вот. Замов очень много в нацбанке, по-моему, было. То есть, банковский сектор и председателями коммерческих банков всегда были женщины, как только эти банки появились. Поэтому это две сферы, может быть, там как бы и норм. Потому что там, прежде всего, ценится… Там не делят людей на мужчин и женщин. Это только в этих двух сферах, что ли, в Казахстане не делят… Вы знаете, я просто в других не работала, но мне вот думается, что там, где много здравого смысла, там людей не делят на женщин и мужчин. Маржан, я позволю себе с тобой не согласиться, почему? Потому что, во-первых, давайте не будем друг другу сейчас хай-файфа поздравлять друг друга с тем, что у нас хотя бы в журналистике банковской сфере, типа, слава тебе, Господи, более-менее… Мы не постремляем это поздравить. Нет, в смысле мы так, типа, сейчас радуемся, да, что там дела чуть-чуть получше. Не радуемся, мы констатируем. Констатируем. Это факты. Мы не констатируем, потому что это не факт. Потому что, если мы начнем посмотреть просто, сколько у нас… Вот сидит главный редактор, я бывший главный редактор, да, то есть вы занимали, ну, редакторские позиции как минимум, правильно? Да, то есть у нас в стране сейчас, ну, условно говоря, ну, сколько у нас СМИ? Ну, допустим, 300. Там вот таких более-менее… Да, и если говорить о процентах… Если говорить о главных редакторах, да, то есть мы увидим, что там, на самом деле, не 50 на 50, и не 60 на 40, да. То есть, поэтому говорить о том, что мы, по сути, вы сейчас, по сути, перечислили чуть ли не всех, чуть ли не всех… Мадин, ну, зайдите в любую редакцию, там же большинство девушек… Мажан, 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 еще раз повторяю, управляют мужчины, выполняют женщины. Это о чем речь? Опять же, мы считаем, что у нас дела относительно неплохие, хотя бы в каких-то сферах, на самом деле у нас везде все плохо. Мало того, у нас это все настолько находится в зоне умолчания, да, что мы… это дефолтная ситуация, что мы даже не обращаем внимания, что она вообще-то ненормальная, и ситуация, на самом деле, довольно фиговая. Мало того, вот эта скрытая мизогиния, она чувствуется, я вам скажу, больше. Я во время нашего разговора, последние 15 минут, я ловлю эти примеры и в Мажан, и в Сандугаш, потому что это настолько глубоко сидит… Приелось. Да, что мы даже уже… нам требуется очень много усилий, чтобы отрефлексировать самих себе это, где мы реагируем вот на что-то, исходя из позиции внутренней мизогинии. Я это говорю, разумеется, я не могу обладать внутренней мизогинией, потому что я мужчина, соответственно, у меня она внешняя совершенно открытая. Вот. У меня другой разговор, то есть я со своим внутренним сексизмом все время вынужден вести переговоры. Да, мне все время приходится себя ловить, ловить на том, что вот я сейчас Мажан перебил, например, да, то есть, и перебил я не для того, чтобы развить твою мысль, или для этого, или я для того, чтобы… Чтобы высказать свою точку зрения. И почему я это говорю? Потому что она такая важная и значимая, или потому, что я этим патриархальным обществом наделен правом говорить, и когда я говорю, женщины должны молчать. Не, ну это же нормально, мы сейчас сидим за столом, мы перебиваем друг друга, мы высказываем свою точку зрения, это, по-моему, абсолютно нормально. Я согласен, Миран, я… Только это вопрос. Смотри, мой поинт, сейчас быстренько я просто отмечу, да, что мой поинт заключается в том, что мы какие-то вещи мы даже не отслеживаем. И когда я вот сейчас тебе рассказываю о том, что я вот тебя перебил, да, то есть я на самом деле это сделал не потому, что я прям наслаждаюсь звуком своего голоса, но я все в этот же самый момент, я прежде чем тебя перебить об этом подумал, и после того, как я тебя перебил, я об этом думал, о том, что где я исхожу из своей мужской привилегии, да, из своего сексизма, да, из своего патриархального сознания, да, то есть а где я являюсь твоим равным собеседником, понимаешь? И вот каждый из нас должен проделывать в голове эту работу, да, то есть и это касается внутренней изгнений в первую очередь, потому что на самом деле среди женщин очень много того, что многие женщины говорят, я не пойду работать сюда, потому что там баба начальница, короче, она, скорее всего, истеричка, да, то есть это моя женщина, это говорят, ну, правда, да, то есть или там кто-то скажет, что, а сколько женщин говорят, я хочу, чтобы у меня, типа, со мной будут работать только мужчины, потому что я с девицей не хочу иметь дело, и таких я видел неоднократно, да, то есть поэтому это, конечно, тоже проблема. И хорошо, что она в сфере, например, банковской или корпоративной, она там менее знаменит, потому что ты права, там важна эффективность, но все равно даже элементарно, еще раз повторяю, да, обрастись к, просто к статистике, сколько зампредов, сколько членов правления, какой там процент женщин, и ты увидишь печальную картину, там максимум там 35-65. Смотрите, по Казахстану-то Акимов-то, а в областей тоже нет женщин. Да, мы готовим, оказывается, даже в России была женщина-губернатор, да, а в Казахстане, по-моему, областного Акима-женщины не было никогда. Смотрите, вот конституцию приняли же, да, вот последняя конституция, там есть небольшой такой пробильчик, упустили умные наши дядьки и тетки, которые там сидят, там президент Республики Казахстан рекомендует во время выборов, да, Акимов-областей двух кандидатур рекомендует, но там не написано, кто президенту эти кадры вносит, представляете? Я написала письмо, как раз у нас, когда Житусулская Алматинская область разделилась на две части, я написала правительство Республики Казахстана избирком центральное письмо, раз говорю, область делится, прошу меня, мою кандидатуру зачислить в резерв на место Акима-области. Ой, про район района района. Это тогда еще было. Скажешь, видишь, Геннадий, скажешь, вот ты хотела сказать область, а потом резко... Да-да-да. Себя сдерживаете постоянно. Санкт-Петербург, вот эта твоя интонация, она какая-то слишком вот... Да, и я это, я, короче, подала в Центр избирком на Хаткель-Доймаган, извините, выборы в 24-м году и нечего тебе лезть и сиди дома, баба, ну, так образно, извините, чуть-чуть не так сказала. Я думал, ты так не говорил. Ну, примерно я поняла там. И хотя я имею, имела право на тот момент, что президент постоянно сказал, ах, Дюсен Васандуаш, так, 20 лет журналистики, активист, так, давайте попробуем отправить, у нас есть несколько районов, такие самые, Кин, которые очень тяжело, как, ну, да, как бы их не оскорбить, ну, в общем, плохо работают там Акимы, они чем-то другим занимаются, есть доказательства, я видео снимала, там, фотографии, ну, как, во время рабочего дня где-то в других районах гуляют, там, водку пьют. Я говорю, я хотела пойти в самый конченный район Ажбергенш, я попробую, я покажу свою роль, я умею работать, но мне сказали, до свидания, твой день 24-го году будет, я жду, я пойду в 24-м году Окей, держим пальцы скрещенными за вас, потому что миллион просмотров, мы все озабочены просмотром, миллион просмотров к 24-му году нормально будет А там я уже буду, за моей спиной не бабушки будут с этими шашумами стоять, там кое-что другое будет Я еще думал, что к 24-му году у вас поднимется вообще планка, и вы опять президенты, области к минимуму Обучаться, ребята, только обучение, самообучение Или как там, как правильно? Самообразование? Нет, когда человек сам... Самообразование, да? Да, самообразование Да, самообразование Давайте вот поговорим все-таки о такой практической стороне, вот, Маржан, ты говорила насчет того, что в бизнесе, в котором ты сейчас работаешь, в банковском секторе Не в банковском В финансовом секторе, как сказать? Финтек Финтек, вот классное слово, да, финтек Слова-то какие? Финтек 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 Финансово-техническое Это приложение, когда можно купить через смартфон все, что угодно Ой, нравится мне Я уже в это заплату Хватит рекламировать Вот, слушай, и ты говоришь о том, что там все-таки главным Аргументом являются трудолюбие, являются компетенции Давайте вот все-таки поговорим о том, что изменило бы в стране, если бы какие-то ключевые посты занимали бы женщины Вот ты в своих подчиненных женщинах, что видишь, какие преимущества, видишь ли ты преимущества, которые были бы востребованы На каких-то, может быть, государственных постах Я сейчас объясню, вот, Мадим, может, вы мне тоже объясните, да Для чего женщин назначают министрами обороны в некоторых странах? У меня есть ответ, но, Маржан, пусть начнем Так, что-то министр обороны у меня сбилось, и я пошла Какие есть качества у женщин, помимо трудолюбия, потому что это одинаково, ну, в смысле, ты видишь, не смотришь на пол, ты видишь трудолюбие, какие-то компетенции, образование, трудоспособность Ну, у женщин что-то есть такое классное, что помогло бы? Прежде всего, я бы хотела сказать, что у меня нет подчиненных, у меня есть коллеги И я думаю, что моя эффективность заключается в том, что все мои коллеги, они умнее меня во много И в этом, в том числе, и моя эффективность Я думаю, что увидев моих коллег в, я не знаю, в парламенте, в правительстве, я думаю, что и правительство, и парламент, они бы приобрели ценный опыт по знанию, как бы это сказать, пользовательского контента, да Потому что у нас 12 миллионов клиентов, и это услуги, это продукты, которые для людей, и это очень хорошая работа с людьми, и это хорошо налаженная обратная связь Когда хорошо понимаешь, ты постоянно слушаешь клиентов, и в принципе, я боюсь говорить вот эту фразу, мы знаем, чего хотят люди То есть, твои коллеги-женщины, они клиенты-ориентированные, они... Потому что для них самое главное, это клиенты Они продажники Это не продажники, это не про продажи, это про клиентов Это про клиентов знание, не то что знание, а желание узнать, что необходимо Это такой уникальный скилл для женщин? Да, как улучшить жизнь Мужчины в меньшей степени? Нет, у нас, конечно, все мужчины и женщины заточены на то, чтобы сделать жизнь клиентов лучше У твоих коллег-женщин, что есть такого классного, что могло бы быть использовано и помогло бы нашей стране? Ну, вот смотрите, моя теория, да, что, допустим, женщины в правительстве сейчас, возможно, бы помогли бы нам, не дай бог, не развязать вот эту войну, которая как будто бы где-то там на горизонте, возможно, есть Если бы было больше женщин, потому что они более, ну, как будто бы вменяемые Надеюсь, мужчины меня не захейтят Ну, опять же, мне трудно говорить, я не делю опять в нашей компании людей на мужчин и женщин У нас все равны в этом плане Как в журналистике, в редакции тоже не делят там Ты редактор в первую очередь, иди давай Да, и ты же журналист, что это? Взяла штатив и пошла, и вот здесь все то же самое, вот, так что Мне кажется, это довольно опасная история, Маржанчик, знаешь, почему? Потому что пока мы не называем проблему, пока мы не признаем, мы не начинаем ее решать Да, то есть у нас все равно это разделение, разумеется, есть Разумеется, мы видим часто, как мужчин повышают, под должности женщин не повышают Потому что женщина уходит в декрет, или у нее болеют дети, или надо ей бежать забирать их в школу, и так далее, и подобное Да, то есть, а мужик, типа, он добытчик, и вот он скорее продвинут и в банковской, и в финтековской сфере, и в журналистике, и в любой другой продвигать будут скорее пацана Желательно казаха, да, желательно помоложе, да, то есть у нас, на самом деле, все есть, весь набор И шовинизм, и расизм, и эджизм, и все что угодно Но, и это сейчас чисто будет мэнсплейнинг, потому что мы с Даурином сейчас за женщин рассказываем, какие женщины офигительные И мне есть что добавить, на самом деле, да, то есть, к слову, министр обороны У нас есть вопросы с гендерной социализацией То есть, мы предполагаем, что девочки от природы мягкие и добрые, да, а мужчины, типа, агрессивные, там, амбициозные На самом деле, это все, нет ничего такого в природе Природа обеспечивает нам какое-то там количество тестостерона и эстрогена, да, который обеспечивает нам, ну, не знаю, распределение жира в организме, по большому-то счету Вот, гендерная социализация отвечает за навыки, которые прокачиваются в ребенке чуть ли не с рождения То есть, в мальчишках амбициозность, смелость, желание, там, получить от жизни все, да, умение и, самое главное, желание рисковать Этот азарт, он воспитывается, на самом деле, не рождаемся мы с ним В девочках способность договариваться, уступать, быть мягкими, быть ухаживающими, да, то есть, готовить кушать, да, заботиться о детях Это все, опять же, женская гендерная социализация В данном этапе что это означает? Это означает то, что женщины более договороспособны Женщины способны договариваться в принципе, то есть, они меньше сталкиваются лбами, как вот всякие разные там президенты, известные нам, да, то есть, они стараются договариваться Они стараются меньше рисковать Это означает, что женщины хуже, как бизнесмены Часто есть такая мысль, что вот, типа, вот мужики мыслят стратегически, а женщины, они только в тактике Все фигня Я проводил как-то раз, был модератором панельной дискуссии с тремя совершенно мощнейшими специалистками именно из банковской сферы, причем на международного уровня Да, то есть, которые рассказывали, например, одно из таких мощнейших для меня даже инсайтов было то, что те банки, вот крупнейшие международные банки, да, финансовые корпорации, которые, в которых в правлении, председателем правления была женщина И в правлении находилось хотя бы 30% женщин, они гораздо реже теряли бабки, совершали рискованные и не оправдавшие эти риски инвестиции Они гораздо разумнее размещали деньги, да, то есть, они, короче, грубо говоря, там был однозначный вердикт на основе тупо статистики, тупо математики Да, если у тебя 30 и больше процентов женщин в правлении, да, если у тебя возглавляет твой банковскую систему женщина, этот твой банк надежнее Слушай, ну ты же про это, ты просто сама это не осознаешь Да, то есть, мы пришли к этому Посмотрите, ну то, что ты говоришь, просто это на самом деле имеет свои слова, это имеет свои термины, это имеет свое математическое, статистическое подтверждение То есть, реально, там, где представлены женщины, мало того, женщины на самом деле Там больше здравого смысла А именно в этом-то и дело, потому что мужики, вот эти Lemon Brothers, вы помните, да, как эта фигня нас всех вогнала в кризис в 8-9 году, да, то есть, они там как раз-таки возглавляли-то оголтелые мужики, которые рисковали, как могли, да, то есть, вот они были одержимы вот этим азартом, да Женщина бы так не поступила, потому что женщина исходит из ситуации, когда она, да, то есть, когда она думает, что она, что она будет, как она будет кормить детей, если она останется без работы и без бабла И еще важно о Министерстве обороны, да, то есть, помогут ли нам женщины справиться с войной Мы, мужчины, не способны понять, что такое родить ребенка Мы буквально это не способны, потому что у нас в организме нет необходимых органов Ни одна женщина вменяемая, да, которая, даже если она не рожала, даже если 60 лет, она ни разу не была матерью, но она физически может себе представить, симпатировать другой женщине, да, то есть, а Маржан, например, четверых родила, да, то есть, как ты вот Ты 9 месяцев себе носила, да, то есть, организм подвергался потрясающим изменениям, да, то есть, это было больно, тяжело, невыносимо, сложно и так далее Потом дети всегда, даже если им 40 лет, и все равно будешь за них переживать и прочее, да, ты развязываешь войну на ровном месте? Нет, конечно Нет, конечно Да, то есть, а мужики, да, развязывают, развязывают направо и налево Нет ни одной женщины в современной истории, которая бы устроила войну Любую, локальную Из-за женщины были войны, но она нет Ну, опять же, да, вот эта Троянская война, да, из-за Елены Троянской, если вспомнить эту бедную Елену, да Да, на самом деле, не из-за этого, это красивая легенда, все-таки там Даже если там нет, там есть археологические подтверждения того, что это может быть Все-таки было из-за женщины И не легенда Но там вопрос даже ни в чем, да, то есть, вопрос в том, что эту бедную Елену в 12 лет сначала крадут, потом ее в 13 лет ведут замуж Потом приезжает к ней какой-то иноземный принц, который, опять же, ее крадет По сути, все эти любовные истории, на самом деле, это бабу, пардон, потом она же этого париса своего теряет втрое, она там торчит почти 20 лет Она выходит замуж за его младшего брата, потом она возвращается к своему, она как Элизабет Тейлор, только у нее ни один брак не был по ее согласию И из-за нее все эти мужики, мало того, устроили такую битву, а потом ее же и убили же, по легенде, на острове Самос, какие-то местные, с криками, из-за тебя столько героев погибло То есть, баба, бедолага, всю жизнь страдала, да, то есть, ее там, как знамя передавали друг другу, и потом ее до сих пор все человечество обвиняет в том, что из-за нее случилась самая эпическая война в мире И ты такой думаешь, what the fuck? Когда я говорила, что я в первую очередь мама, я имела в виду, вот это есть, вот просто, улькинду не она, я зациклила на семье, потому что мама никогда не купит айфон 4, ой, 14, да? Сейчас 14 Да, если детям не в чем ходить А папа так сделает? Папа может сделать, чтобы Папа будет играть в Папа себе купит айфон Чтобы рисоваться перед своими друзьями, потому что женщины более чуткие Мы как бы эффективно Как производить Мы думаем, я, например, думаю, я прежде всего думаю о семье Мы экономим, где-то берем, где-то Вот это есть, вот такой подход нам нужен сейчас, хозяйский подход в Казахстане Чтобы именно, мне кажется, только женщины это понимают Даже ту же оборону возьмем, мне кажется, женщина докопается и скажет Так, сегодня по тендеру интересно, что солдатам выиграли, что они сегодня кушают, например Это же тоже женщина, это же мой ребенок Это непростая улица И не только забота все-таки о солдатах, но и то, о чем говорит Маржан в плане Мы не транжир, я не знаю Женщины гораздо эффективнее тратят деньги Самое главное, мне кажется, сейчас для нашей страны нужно эффективное использование, скажем, бюджетных средств Должно быть везде равноправие, равное деление денег, бюджета, сил и средств Раз мы решили, что мы светское государство, а не там религиозное, значит должно все Баланс, как везде, природа, есть же баланс Мужчину создали, потом... Сексизм? Нет, женщина, мужчина, они должны... Опять скрытая мезогиния Нет, мы должны быть, балансировать должны Потому что я сейчас, я не хвастаюсь, я же еще бывшая спортсменка же Я первый чемпион Казахстана по уши санда Да, но у нас было только две женщины Это не отменяет факты, что первое, четверо Поэтому я всегда так, я говорю и буду говорить, что я не побоюсь Даже вот январские события, я вышла на площадь Я вышла на площадь, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого года Вы видели, как сносили памятник? Не успела Не успела, пробки были, шашки выкидали Но фотографию успела запичкать, которую у интерньюс первое место заняла Да, да И сейчас заявила права, что пишите там, что это моя фотография Мужчины расступали, давали дорогу Я тогда поняла, когда женщина имеет свою точку зрения То есть я уважаю всех людей на свете Но когда ты знаешь, что Сейчас так модно говорить Это вот ломов Поэтому везде должно быть равноправо Не то, что там гендерное равноправо Я не люблю, я хочу сказать, раз мы Мы должны подчиняться Всегда говорят, у меня крыша есть Да, у меня крыша Знаете, какая у меня крыша? Закон Республики Казахстан Все, или Конституция Все, это моя крыша Чем я руководствую своей работой? Слушайте, сейчас важный момент Мы должны подчиняться не мужчине, а закону Республики Казахстан Да, все, вот так Вот мы моем, да, в жинах давайте Все, отлично Слушайте, ну а скажите, вообще прогресс-то какой-то есть? Вот ты вот много лет и в журналистике Ну, в смысле, видишь, что происходит в стране и в бизнесе С положением женщин Мы уже пришли все к тому, что женщины во власти Женщины, которые занимают ключевые позиции Которые занимаются управлением Это хорошо И вот эта разбалансировка, которая присутствует сейчас Это не очень хорошо Но что-то меняется со временем? Конечно, меняется Ну, вот я вот цифры просто смотрел Мир меняется, мир меняется Еще два года назад было два министра А сейчас опять один министр, женщина Вот год назад у нас один Аким области был женщина Теперь нету А у нас разве было Аким области женщины? Да, Адека А, точно, Гульшарат Хазлорда области Значит, была все-таки Была-была Одна была, потом ушла Мади, вы что думаете? Меняется что-то? Вот свидетельство Вот эти выборы и выдвижение кандидатов Это свидетельство того, что что-то меняется Женщины более активно участвуют, как говорят Маржан, ты говорила То, что тебе первый же этот вопрос обратили? Я думаю, что меняется Другое дело, что, может быть, женщинам это не интересно Может быть Да, может Может быть, дело не... Внутреннее не загиняю Нет, я к тому, что вот Меня, например, никакими лаврами Акиматства и министерства не заманишь Вот предложи мне Ну, никто не предлагает, правда Вот Маржан, хочешь идти работать Акиматства и министерства Я не хочу Но мне это не интересно Но это тоже какая-то опасная сторона, по-моему, вопроса о том, что Женщинам это в этой стране не интересно Ну, может быть Неинтересно Я не знаю Может быть, это мизогинея Может быть, это просто... Вот у нас есть... Смотрите, вот у нас есть группировки Ой, так, чтобы не оскорбились Вот Инпошки, да? Там одни женщины собираются Там деловые женщины Наталу Кургана Да Деловые женщины в Алматинской области Но я, к сожалению, не туда, не туда не хожу Значит, я не деловая И этим деловым женщинам По барабану Кто президент, скажем, Колумбии или там Они живут в своем мире Купаются в лучах там славы Фотографируются Мастер друг друга учит Как там деньги заработать И прекрасно Им наша политика нафиг не нужна Они знают, что есть Тукаев Что Назарбаев был Бытта, все Да, я с ними беседую Я иногда думаю, какое счастье Реально Их не заботят Им не интересно даже Они в своем мире купаются Им интересно там Какой-нибудь фильм посмотреть Там детей Вот Самое главное Я удивилась Настолько они помешаны на детях Это вообще-то там Где-то какие-то книжки выписывают Чуть ли не там С Африки, например И вот Есть такая категория людей Нет, ну почему нет Сопрос провести Если они выписывают книги Читают книги Своим Они счастливы И нормально себе Ну значит Единственное, что они хотят Чтоб не было войны Все БТ Ну российские женщины Вы помните, да Тоже всю дорогу говорили Особенно поддерживая каждый раз На выборах Путина Говорили Лишь бы не была войны Лишь бы не была войны Лишь бы не была войны Здравствуйте Понимаете Эти все вещи Они происходят неспроста То есть сначала Вы способствуете То есть вы как женщины Отказываете Я говорю сейчас не про вас Конкретно Потому что вы лидеры И вы совершеннейшие То есть украшения Своего пола То есть я просто говорю о том Что так принцип устроен Когда ты отказываешься От своей всяческой Политической субъектности И общественной субъектности Когда ты превращаешься Занимаешь вот эту вот Свою нишу Которую тебе патриархальное Общество выделило То есть ты жена Ты мама Ты украшение семьи То есть носи платьюшки Готовь бешпормаки То есть воспитывай деда Чек книжки И выписывай по воспитанию детей И после этого Ты начинаешь там Голосовать как заведенная За Назарбаева Сейчас Назарбаева нет Но ты можешь голосовать За Такаева А потом такой вот Царек укрепляется Укрепляется Сидит 23 года Как Путина во власти А потом он Ты его из-за этого И выбирала Чтобы у тебя войны не было Ты ему все отдала Все свои права То есть там принимаются законы Которые позволяют Тебя мужу бить Мочить То есть ничего за ему За это не бывает Ты все еще продолжаешь А потом он отправляет Твоего и мужа твоего И сыновей твоих на войну И ты получаешь Три похоронки То есть может быть Купишь себе ладу Или две лады То есть Результат так в чем Заключается в том Что ты когда отказываешься От чего-то в пользу Чего-то То есть Разглашаешься на свою Конформную опять же Свою роль Которую тебе выделяют Ты в итоге потеряешь все Как у нас происходит С кучей же этих женщин Которых избивают Насправь в Казахстане Мужья Они погибают же Выполняя Это не какие-то Сворливые бабы Которые мужьям Своим мозг выносят Это вот эти покорные Забитые женщины Которые до последнего Пригибаются Лишь бы Лишь бы Угодить каждому желанию Это не работает Он тебя убьет В конце концов Это касается политики В том числе И убивает Я немножко про другое говорю Понятно, что на меня Никто руку не поднимет И прочее Я говорю Может быть Для человека Моей формации Политика Та политика Которая сегодня У нас есть Неинтересна Она для меня Понимаешь Вот я могу себе позволить Работодателя Условно Я могу себе выбрать У меня есть такое право У кого-то такого права нет И в этом случае Имеется в виду Что правительство Это Не лучше Вообще Я не пойду работать На правительство Потому что Оно для меня Не привлекательно Я вот с этой точки зрения Это плохая корпорация Но я тебе Проговорю Что это да Ты абсолютно прав Мы сейчас немножко На другие понятия Где ты был 8 лет И прочее С вашего молчаливого согласия Понятно Но если ты делаешь Будучи там Где ты сейчас есть И ты пытаешься делать Но я ненавижу Вот эту фразу Мир лучше вокруг себя Она слишком избитая Но тем не менее Если твои Профессиональные навыки Они Именно там Где они есть И они помогают Это уже хорошо Я вот с этой точки зрения И я хотела бы Проговорить все-таки Наверное Про женщин Профессионалов О том Что Это плохо Что женщинам Профессионалам Не интересно Идти в политику Было бы классно Если бы у нас Было такое общество Чтобы женщинам Профессионалам Было бы круто Идти в правительство А женщинам Профессионалам В политику Да В правительство В политику Ввязываться В предвыборные гонки Это круто А у нас В основном Женщины Профессионалы Они либо уезжают Из страны Мы видим много примеров И реализуются И реализуются Вот вы Когда вы делали Подборку Готовили нас К этому эфиру Там есть прекрасные женщины Которые в США Сделали Казашки В Чехии Мы журналисты С восторгом Об этом пишем Казахстанские журналисты К сожалению Нашим женщинам Прекрасным женщинам Наверное Просто это не интересно И может быть Нашим мужчинам Которые там В политике Нужно задуматься над тем Чтобы женщинам Это было интересно Эти 21% Это и есть Представленность В правительстве Казахстана Женщины Это и есть То, что мужчины Задумались Почему они задумались Потому что Их призывают К этому цивилизованный мир Вот они говорят Все, у нас есть квота Заполняйте ее И я уверен Что там Треть Минимума Этих 21% Сидит Эти бедные женщины Так и думают Скорее бы Домой пойти У меня дети не кормленные Я прекрасно понимаю О чем ты говоришь И вернусь к вопросу Даурена Быстренько Я его сейчас попытаюсь Вырулить Смотрите какая штука Я ни в коем случае Не собираюсь винить На самом деле Заниматься Виктим-блеймингом То, что женщинам Не интересно Это не их вина Мы сейчас не говорим О том, что женщины Такие вот Клушки безголовые Что им там Ничего не интересного В внешнем мире Они там только Забочены своими детками Или чем-то еще Боже оборони Ни в коем случае Дело в том, что Опять же Есть социально приемлемое поведение Да, у нас Патриархальная страна Да, то есть Социально приемлемое Для женщины Мы уже выяснили Да, это семья Это красота Это там Заботиться о мужа Рубашки ему гладить Да, то есть Когда общество Вот так вот Запихивает женщин На протяжении поколений Запихивает вот в эту нишу Да Потом странно вдруг Сплеснуть руками И сказать Ну, что же вы такие Политические неграмотные Что же вы не идете в политику Плюс ты говоришь Тебе не интересны политики Ну, Марьяна Будем честны У нас нет политики У нас, да У нас нет партии, конкурентов У нас нет того, чтобы Понимаете, чтобы я там За кого-то болел Я понятия не имею Кто эти все люди В нашем мажелисе Да, и в сенате То есть Да, в том числе То есть у нас политики нет Поэтому не за чем следить Вот И поэтому И потом она не престижная Она не интересная Она не скучная Туда люди идут Либо Ну, то есть Мы понимаем же Зачем туда люди идут Люди туда идут обогащаться На самом деле Да, поэтому Это не политика Политика это то, о чем Вы говорите, Сандугаш О том, что сделать свое Вот хотя бы Вот свой маленький район Сделать его чуть лучше Чуть-чуть его приподнять Это очень крутые амбиции Поддержишь? Это нормальные Настоящие амбиции В этом заключается политика И возвращаясь Наконец к тому, что Даулин задавал еще Н-ное количество минут назад У нас есть, конечно же, прогресс У нас есть прогресс Мы вспомним, например Наших же коллег Асем Жапишеву Которая не просто журналистка Она еще Политическая активистка Она автор И сценаристка фильмов И она при этом Еще является Создательницей новых медиа Та же самая Гуля Башкенова Наша коллега Она же не просто журналистка Она еще и создает Медиа Которые Влияют На электорат Есть пример Совершенно прекрасно Аси Тулесовой Которая На самом деле Она прямо пошла Ее считают представительницей Такой хипстерского Матинского Критированного класса Она прямо пошла Баллотировалась В этот мажолиз А потом Акционизм Практически У нее был То есть У нас Я скажу больше Возвращаясь Опять же К тому Что вы озвучили То есть У нас не просто Желательно Чтобы женщины Были во власти Это не просто Какое-то Было бы неплохо Это необходимо Это необходимо Это необходимо Больше женщин Во власти Именно профессиональных Женщин Амбициозных Женщин Женщин Которые готовы Сказать Окей Я начинаю Превыборную кампанию Я оставляю всех троих детей На тебя Дорогой мой муж Давай справляйся Потому что У меня Я не только своих детей Троих сделаю счастливыми Я сделаю счастливыми Всю страну Это моя цель Это моя задача Я этим горю У нас всего лишь 20 миллионов Да 19 И поэтому Я вам скажу такую вещь Что я Молю Бога И я думаю Что это то На чем мы должны работать К сожалению Выборы Такаево Кажется неизбежны Но По завершению Восемилетнего срока Я думаю Что если Вообще К нам милостлива Будет вселенная У нас будет Следующим президентом Третьим президентом страны Должна быть женщина Круто Я тоже за это Я тут рассказала Своей подружке Хотя бы Чтобы мир узнал Что восточная страна Избрала женщину президентом В этом случае мы опоздали Кыргызстан Я хотел сказать про Кыргызстан И вот Когда я в Кыргызстан приезжал Меня всегда поражало Что помимо того Что Роза Атунбаева была женщиной Ну скажем честно Она была таким Переходным президентом Президентом Преходного периода Да Но отношение кыргызов к женщинам Оно как будто бы другое Потому что Там лучше У них Еще в 90-х Когда у нас появились тенге А у них были сомы У них было две женщины На банкнотах А, да У нас-то тенге И культера там Рогатые матери оленихи Может быть Это вот с этим Как-то связано Но Оно прям чувствуется Когда ты находишься В Бишкеке Что там женщины Себя позиционируют И Может быть Общество к ним Относится по-другому Я хочу сейчас Вам всем Задать еще один вопрос Есть Такая теория Что женщины Не идут в политику В И не только В постсоветских В постсоветских странах Но и на западе Потому что Ну Грубо говоря Политика Грязное дело С одной стороны А с другой стороны В политике Очень распространены Ну Такие Мужские практики Там Сауны Рыбалки Охоты И все прочее Помните Вот этот фильм Ну как бы Специалисты Вроде говорят Очень похоже на то Что на самом деле Происходит в политике Соединенных Штатов Да Карточный домик Из первых серий Нам показывают Очень циничную Жуткую семью Где Женщина Настолько Ну как мне кажется Испорчена И она принимает Правила Игры Как будто бы Мужского общества И мужской политики Она Цинично По-мужски Вот скажем так Проблема эта В том что Женщины не идут Потому что Не хотят Ходить в сауну Не знаю Охотиться Стрелять Дарить там Друг другу Какие-то Ружья Позолоченные Может в этом Проблема Нет Если я буду президентом Я могу другую политику Вести же Правильно Нет Ну тут же Так сложилось В обществе Что там Агашки с агашками Вопросы решают Вот таким вот способом Все призадумались Да Что-то как-то так Нет Я просто Можно ли сломать У меня есть Что сказать Я просто Да говори Ладно Давайте я начну А вы Если что Ладно Сори Я просто Не хотел перебивать Опять раз Даурен спросил Мади ответил Короче Классно поговорили С прекрасными женщинами На фоне женщин Да Женщины послушайте Мы сейчас вам мудрые вещи скажем Чем мы о вас думаем Почему вас должно быть больше Да Это ровно то О чем я говорил О том что Патриархальная система Она уродует женщин Если ты хочешь выживать В этом мире Ты будешь играть По его правилам Ты будешь делать Ровно то же самое Что делают другие мужики Единственное Что ты не пойдешь В сауну Безусловно Это правила игры Если ты хочешь В этом мужском клубе Прорваться Ты должен стать One of the boys Одной из парней Посмотрите например Это кто это у нас Гульана Гаракузова По-моему Сказала Кто как работает Так и содержится Да Это же абсолютно Хамское замечание Которое очень в духе Любого Потому что Потому что Из той же категории Это вот эти мужики Министры Акимы Которые настолько хамели Что они хамят всем Прессе Хамят Гражданам Казахстана Рядовым И так далее И вот Гаракузова Она приняла Точно такую же Риторику То есть Очень себя в этом плане Ведет себя Как нормальный Агарка Временами Загипа Балиева То есть В этом смысле Можно там Короче Всех наших Женщин-министров Возьми С одной стороны Казалось бы Мне как профеминисту Странно от них требовать А чего я хочу Чтобы они там Ходили в белых платочках И реверанса Раскидывали Разумеется нет Но Хотелось бы Чтобы Другой Вообще Стиль Ведения дел И стиль Ведения коммуникации Пришел бы в нашу политику Большую Потому что Вот эти Несколько женщин Которые там затесались Они просто Играют по тем же самым правилам Они превращаются В подобие своих Коллег мужского пола И забывают Что они женщины Ну Наверное Они даже не забывают Потому что Дети у них есть Они о них пекутся Все такое прочее Но опять же Вспомните Даже Женщины Которым То есть Вроде бы По должности Министр труда И социального обеспечения Например У нас же регулярно Женщины Занимают эту позицию И все равно От них Не чувствуется Еще и Вот этого Сестринства Эмпатии к женщинам Да Сестринство Мощь женщин Еще и заключается Еще и в том Что вот в этом Сестринстве В этом В том Что Это вы сказали Сандугаш Это ты сказала Моржан Что женщина Женщину поймет Да Ну Слушайте Но справедливости ради Нужно сказать Что В странах И западных И восточных Где были очень крутые Прецеденты С женщинами во власти Сейчас все тоже Не очень хорошо Как будто бы Во Франции Вот мы готовились Просто опять же К интервью И продюсеры Редакторы Поднимали Тему О том что Ну в принципе Как бы Франция Ничего дальше Не происходит Вот И Как будто бы Это такая глобальная проблема Вот сейчас смотрите Вот сижу Думаю Да Вот тоже Загиб Боли Каракос Вот Десенов Моя Одна Франция Хочется Не то что Вот Эх Профессионализм Наслаждаться А просто хочется Уважать И любить А не получается Видите Нету Идеальной Женщины Которой бы Мы бы Гордились Честно Вот нету Той Алимонда Головы Скажем Вот сейчас Вот себя поймала На мысли Я мало того Им не верю Это лично Сугубо мое Личное мнение Да Я им во первых Не верю Ну Я же должна Как-то давать Их Деятельности Оценку Да Если эти женщины Зная Что моя мать Например Да Вышла Как животного 45 лет На пенсию Зная Что очень тяжело Живется женщина Они говорят 63 года Или сколько сделали Пенсионный возраст 58 Да 61 61 Вот они же подумали Не о нас Женщинах Аульных Да Они подумали О себе Как бы больше Удержаться У этой власти К сожалению Эти женщины Испортились Они сейчас Хуже мужчин стали Я так думаю Это мое сугубо Личное мнение И Хочется Я вот Как человек Обычный гражданин Республики Казахстан Хочу любить В правительстве женщин Тоже как Мать Терезу Хочу видеть Тоже Диану Хочу На самом деле Еще одно скажем Кроме Вот Ну мы постулировали уже Да Что женщины власти Нужны И что Женщина во власти В любом случае Будет лучше Чем мужчина во власти Это кажется Уже На этом мы можем Пока договориться Потому что В конце концов У мужчин было Последние три тысячи лет И все что произошло Все мировые войны Изобретение ядерного оружия И прочее Это все Спасибо мужчинам Теперь возвращаемся Всегда есть Всегда есть куча Разных моментов Но если просто брать То есть Мы не будем Впадать не в одну крайность Не то что Женщин нельзя Во власть спускать Потому что Южная Корея Кстати тоже была Правительская Ее потом посадили За коррупцию Опять же С тем что Он отдать Предыдущего президента То есть Развращает Еще и передача Власти по наследству В принципе То есть Наследственность Власти Это очень плохая штука И поэтому Мы стараемся Отходить от Автократии Я просто к тому Что И все таки Незирая на то Что Женщины во власти Это вовсе Не гарантия того Что эта женщина Будет какой-то там Идеальной правительницей Или чего-то еще В любом случае Она будет лучше Чем среднестатистический правитель Конечно Это цифры Это цифры Хорошо Отлично Мадий прям Сделал работу за меня Подытожил все Ассурис Я не хотел Собрались журналисты За столом И Очень структурно То Чем я хотел закончить Но Теперь я этим заканчивать не буду Я задам последний вопрос Есть такой стереотип мужской Что Есть стереотипы Есть термин Двойная Тройная нагрузка Ну как бы Женщина У нее семья Дом Вторая женщина Еще и Красивой должна быть Больше думает О красоте Ну куда уж Там еще О карьере Это третья нагрузка Третья составляющая И эта история Как будто бы С одной стороны Объективная Смотришь на Женщины Думаешь Ну действительно Им же и о том И о другом Думать надо И о третьем Но с другой стороны Это как будто бы Аргумент Опять же В сторону В пользу мужчин Которые Не хотят Женщин Пускать во власть И в управление Я просто Хочу на позитивной Закончить Вы вообще Как справляетесь Есть ли Это проблема На самом деле Ну что И семья И дом И еще Я топ менеджер И еще Красивой должна быть Мне вчера Мне вчера Дочка Старшая Сделала замечание Мама Говорит Убери свой будильник На 6 У меня на 6.15 Будильник Убери свой 6.15 Будильник Поставь Говорит На 7.30 Я говорю Доча Не могу Я сегодня Четвертый день Голодаю Чтобы выглядеть Хорошо Мне папа Всегда говорил Доченька Говорит Ты к людям Должна приходить В хорошем виде Ну чтобы было Ну как Приятно На тебе смотреть Там маникюр Там лицо Нормальное И он всегда говорил Ты должна К людям На хорошей машине Он не говорил Там на дорогу На хорошей Когда Говорит Ты приезжаешь К людям Если они Алба Жилба Там страшно Безобразно Самое страшное Как она нам поможет Вот самое главное Поэтому Детей родила Двух девочек Вырастила Обучила Как выдала Замуж Старший Младший Сейчас уходит Просто Спасибо Я не знаю Но как-то так Все как-то вот Параллельно Одно другому не мешает Двадцать четыре Часа в сутки У нас есть В запасе Почему Я вот Могу кормить Когда у меня Бенозирке было Три месяца Я работала И знаете Вот Надо же дочь Бенозир Бенозир Кормить Но бенозирка У меня Как ау Село же было И К моему счастью 2001 год Много очень людей родили И моя дочка Соседка у меня У Ромакова У нее лицо Бенозирка Всегда Красное Ее она кормила Когда я не успевала Добегать И Она Айгулькой кормила Я говорю На Айгульку похожа Все время лицо красное У нее Как румянец У нее Вот такое Поэтому Я думаю Что я все-таки Правильно Выстраивала Да Свою работу Да Свою жизнь Вообще тайм-менеджер Да Свою жизнь Правильно Сейчас у меня была Главная задача Обучить Все Я теперь свободна Сейчас все Я еще А сейчас можно и президенты Да Дальше я уже выдала Десять лет назад Оказывается Написала Никогда не буду Требовать детей Там Чтобы за мной ухаживали Там Моя главная задача Обучить Дать диплом И До первой зарплаты Все Вы мне не обязаны Я вам не обязана Дети Идите Я их В тот раз У меня старшая Младшая дочка Она занимается Похоронным бизнесом Младшая В 18 лет Начала работать Говорит Мама Ты меня научила Я их кстати написала Ты меня не научила Быть домохозяйкой Любить мужчину Там Ухаживать Ты меня научила Самостоятельности Я теперь На мужчин Смотрю Как там Не на Не на кормильца А как на равного партнера Вот и все Это прекрасно Вы когда говорили Я поняла Что я правильно Сейчас например Дочка где-то воюет Судится с кем-то За свои права Которые ее ущемли Младшая Сейчас где-то там Тоже конкурирует Тоже ходит Воюет Я думаю Может я сделала Ошибку Что не воспитала Как гу-гу-ашкин-найзи Да А потом думаю Нет Это вообще Что-то так неожиданно Меня чуть не снесло А потом думаю А вдруг у них мозги есть Пусть казахстан Кумиренький У дочерей А вдруг у них есть мозги Да у меня Да учу-ка я их Самостоятельности И они у меня научились Самостоятельности Это прекрасно Поэтому Давайте Надежда умирает Последняя Вообще У нас следующий тонн Хорошая была Презвыборная речь Да Это было очень классно Следующий тонн Обаяния На нас Выльет Да Я уже честно говоря И вопрос забыла Просто Можно я Проговорю о том Что Кто бы ни был Нашим президентом После Тукаева Пусть это будет Главное Профессионал Который сделает Нашу страну лучше Женщина это будет Или мужчина Вот для меня Честно говоря Это не важно Да конечно Я бы хотела Чтоб это Была женщина Но если это будет Мужчина Который сделает Нашу страну лучше Я не огорчусь В общем Давайте ребят Я подытожу Мы пришли к тому Что за этим столом Маржан Все равно Главное Чтобы это был Профессионал Мы с Мади Хотим Чтобы это была Женщина А Сандугаш Хочет Чтобы это была Сандугаш Ну так ведь Все как есть Так и рассказала Я такая скромная Не ну как бы норм Классно Спасибо вам всем Мне кажется Сегодня мы пришли Вот к самому главному К тому что Как-то Наши женщины Мы их как-то Как будто Недооценили Согласна Мы не знаем Просто Мы не знаем И вообще Мы все заинтересованы В том Чтобы женщин Было больше Супер Спасибо вам всем Огромное И хочу просто напомнить Что в этот раз Впервые в истории Казахстана Да Уже точно известно ЦИК одобрил Помимо Графы Против всех Есть еще Графа Будет еще Графа Салтанат Турсенбекова И графа Каракат Абден Это по-моему Интересно Все Спасибо Спасибо